Россия вкладывает миллиарды долларов в гражданскую войну, пока только в Венесуэле. Самое ужасное, что это сказывается на состоянии крупнейшей российской нефтяной компании, которая и так должна уже больше 34 миллиардов долларов. Всем, даже безумным аналитикам, понятно. Режим Мадуро обречен, в стране нет подовольствия и туалетной бумаги, а многомиллионные митинги просто так не рассосутся. Тем не менее Россия с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, включает миллиарды долларов фактически в экономику обанкротившегося режима. Дальновидная внешняя политика, не правда ли? И вообще ценители успеха в кавычках Путина на внешней арене. Задумайтесь, с кем мы дружим и кого поддерживаем в мире. Людоевский режим Северной Кореи, среднеазиатские диктатуры, чокнутого на личной власти и впавшего в старческий маразм, африканского вождя из Зимбабве. Снилась ли вообще нам эта страна? Белорусского батьку, пачками сажающего своих политических оппонентов и комичного Мадуру, который всерьез по центральному телевидению Венесуэлы рассказывает, что во сне к нему является Уго Чавес, то в образе птички, то в образе рыбки. При этом мы вдрызг разругались с Америкой, Англией, Францией и другими странами Европы. Не очень хорошо общаемся с Японией, третья экономика в мире, с Южной Кореей обогнала РФ по ВВП. У нас отвратительное отношение с соседями – Грузией, Прибалтикой, Польшей, Молдавией и Румынией. Российская власть ухитрилась стать врагом украинскому народу, устроив там войну и полностью оттолкнувшую эту братскую страну от широкомасштабного сотрудничества. В 80 лет нейтральная Финляндия, напугавшись агрессивных планов Российской Федерации, начала не только сторониться нашего государства, но и активно наводить мосты с НАТО. Даже Казахстан пытается дистанцироваться от Путина. Назарбаев так и не признал ни Абхазии, ни Южной Осетии, не говоря уже о Крыме, ДНР и ЛНР. А имидж страны во что превратился? Россия в глазах сотен миллионов граждан, наиболее влиятельных стран мира, запутавшийся в собственном вранье, агрессивный хулиган, постоянно замахивающийся ядерной дубинкой и постоянно провоцирующий огружающих на драку. Наше вмешательство в чужие выборы мало свои фальсифицировали и уничтожили, стало притчей во языцах. Русские хакеры по заданию Кремля взламывают сайты политических партий и сенаторов. Вызывают повсеместное стойкое отторжение, не говоря уже о коррупционерах, патриотах в кавычках из окружения президента РФ. Добавьте сюда заказные убийства за рубежом Литвиненко, Амадаев и прочие, умерщвление в тюрьме Сергея Магницкого за разоблачение преступлений должностных лиц, массовые нарушения прав человека и вишенка к торту беспредельщика Рамзана Кадырова, угрожающего всем и вся, как в РФ, так и во всем мире. Вот такой облик, имидж современной России складывается сегодня на планете Земля. Поэтому тупая пропаганда, величие нашей страны в виде Russia Today и прочие бюджетно-отмывочные телерадиоканалы дают скорее отрицательный эффект. Опять эти русские врут. Так что мировые санкции против страны-хулигана не случайны и очень на тока. Неужели вам, господа, наследники Менделеева, Чайковского и Достоевского, может нравиться столь позорное и унизительное состояние нашей внешней политики? Или не было времени задуматься об этом? Геннадий Утков Геннадий Утков Геннадий Утков Геннадий Утков Продолжение следует...